Начало строительства нового жилого квартала на территории бывшего завода имени Масленникова обернулось проблемой для жителей частного сектора, расположенного в квадрате улиц Мусоргского, Липецкой и Соколова, рассказывает житель дома по улице Мусоргского Валерий Сынтин. Грузовая техника, которая большегрузная, более 40 тонн, разрешенной максимальной массой, проходит мимо нашего дома. Трафик настолько интенсивный, что там просто организуются пробки. И у нас, как у жителей, большие затруднения. Вот все в пыли, все в грязи, выйти не можем. Валерий вместе с братом Сергеем пришел на прием к депутату Государственной Думы Александру Хенштейну. Для решения проблемы граждан собрались руководители профильных ведомств, глава Октябрьского внутригородского района Самары и руководитель фирмы-застройщика, которая ведет работы на территории бывшего завода. Закрыть участок, понимая так, что мы не можем, потому что стройка будет идти, и, в общем, здесь мы ее с вами не остановим. Давайте пообсуждаем тогда, какие у нас есть возможности. Помочь гражданам можно только совместными усилиями, отмечает глава Октябрьского внутригородского района Самары Сергей Радько. Территория перспективная, там строительство предполагается, магистрали, дороги, дороги правильнее, тротуаров и велодорожек, строительство школы и домов. Интенсивность стройки большая. И сегодня какие-то компенсационные меры можно только сообщать вместе с заинтересованными застройщиками при участии администрации департамента. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии городской администрации Олега Ивахина, с началом строительства застройщика обязали поддерживать в надлежащем состоянии дорогу, по которой крупногабаритный транспорт проезжает на стройплощадку. На встрече решили усилить совместную работу в этом направлении, а также установить вдоль дороги временное освещение. Проведется сейчас отсыпка дороги асфальтобетонным гранулятом, чтобы дорога не была грунтовая. Ну и будет поддерживаться, скажем так, будет периодически проводиться увлажнение дороги, обеспыливание, так называемое, для того, чтобы было комфортно. На территории завода, помимо жилой застройки, планируется строительство дублера улицы Новосадовой. По проекту, представленному Минтрансом, улица Липецкая превратится в четырехполосную дорогу. Протяженностью от северо-восточной магистрали она пройдет через улицу лейтенанта Шмидта до развязки на улице Аврора. На участке улицы Липецкой у частного сектора проектом предусмотрены тротуары, освещение и шумозащитные экраны. Сегодня жители получили ответы на многие вопросы. Понятно, что стройку, которая уже идет сегодня, не остановите, люди это понимают и, в общем, с этим соглашаются, но при этом, конечно же, они хотят нормального человеческого существования, нормальной жизни, и право у них на это абсолютно есть. Строительство инфраструктуры неразрывно связано с жилой застройкой. Потребности населения в дорогах и соцобъектах всегда ставятся во главу угла при разработке проектов. При этом жители города, проживающие на прилегающих к планируемому или уже ведущемуся строительству, также не остаются без внимания со стороны органов власти. Галина Топилина, Игорь Казановский, События.